Физкульт привет, друзья и ученики! Я снова в гостях у Стефана в Кайзер-юниверсити. Всем привет! Кто еще не знает, если вдруг есть такие люди, Стефан является профессором, он сам спортсмен. Он также сотрудник лаборатории Виктора Николаевича Силуянова, был учеником Виктора Николаевича, работал совместно с Виктором Николаевичем. Также Стефан 8 лет подряд был одним из главных тренеров American Top Team. И является также консультантом сайта fit.samba.ru. Обращаю на это ваше особое внимание, заходите на этот сайт, найдете очень много полезной информации. А вообще, кто хочет больше знать, наберите в гугле Стефан Диэс и почитайте, чтобы вы понимали, какого уровня человек, какими знаниями обладает. Именно поэтому я стараюсь как можно больше этих знаний получить сам и поделиться с вами. Стефан, расскажи ты тогда, вот многие не понимают, особенно мы выпустили новый ролик, и на этом может расскажет свой опыт, в чем отличается, к примеру, развитие мощности удара, силы удара и скорости удара. Насколько я понимаю, это совершенно три разных умения, которые нужно отдельно тренировать, отдельно развивать. Наши последние видео, люди смотрели и не совсем не поняли. Когда мы работаем на силу, надо понимать, что мы хотим увеличить мышцы, мышцы становятся либо сильными, либо побольше. Обычно такой подход. Либо гипертрофировать мышцы, либо чтобы они стали сильнее. Да, и то и другое. И можно и даже новые статьи, которые я буду вставлять в тотем, и потом сделаем маленькие переводчики там в инстаграме, для канала, и буду об этом говорить. Но теперь надо знать, что когда вес увеличиваем, и скорость падает. Вес штанги. Вес штанги, вес тренажера, вес сопротивления. Когда вес сопротивления увеличивает, скорость падает. Это не плохо, не хорошо, но надо знать для чего. Для чего мы это сделаем? Мы сделаем, чтобы увеличивать силу. Тогда мы можем, как вспомнить наш периодизация, мы говорили об разных мезоциклах. Можно сказать, что мы сделаем силовой мезоцикл. Тогда вес будет побольше, но скорость поменьше. И увеличиваем силу спортсмена. Мощность тогда. А теперь мы сделаем, допустим, четыре недели будет оптимально. Как сам спортсмен сказал. Два месяца только было между один бойкой и другой. Это означает, что с начала, первый, предсезон мы работаем на силу. Допустим, четыре недели, шесть недели. Сближаем к соревнованиям, можно метод цикл четыре недели на мощность. И тогда, что делаем на мощность? Вес должен быть поменьше, но зачем? Скорость побольше. Это сделаем примерно как мы показывали в упражнении. Если у тебя есть какой-то прибор, который смиряет мощность, как Kaiser Equipment, который мы показали, это будет очень супер, очень точно. Если у вас нет, помнишь, в предыдущем видео мы сделали с апп, который снимает, и можно толчок, ревок, все это упражнение. Это для телефона. С телефоном, с апп. Потом он поставил ссылку, чтобы не смотрели такое-то видео. Надо смотреть, чтобы он понимает. И бесплатно поставил апп, снимает, и можно смирять мощность. А после этого четыре, не больше, шесть недель, и сделаем тогда уже на скорость. На скорость это будет вес очень низкий, но тогда самый быстрый. И люди задавались вопросом, если нет таких тренажеров. Друзья, поверьте, и в Америке тоже, не во всех залах такие тренажеры. Работайте с резиной, можно работать в кроссовере с различными тренажерами. Находите для себя способы, как это делать. Just a moment. Хочу напомнить вам, что вышли в свет две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия FAK Fitness. Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором. Если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться. Чтобы не навредить себе. И самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенькой за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье. В общем мы поняли, чтобы развить силу, это просто нужно становиться сильнее и увеличивать свои мышцы, гипертрофировать их. Чтобы развивать мощность, мы понижаем вес штанги, либо тренажера, в общем сопротивление. И работаем на большую скорость, но сохраняя при этом какое-то определенное отягощение. Какова разница, вот будет вопрос, между весом на гипертрофию и на мощность. Вот, могу даже сказать, если на гипертрофию у вас обычно идет в районе 70% до 80-85% обычно. Для максимальной силы выше 85% и больше на максимальную силу. Когда уже на мощность, мы хотим примерно от 30% до 50-60%, не очень большой. И когда на скорость, надо будет меньше 30%. Меньше 30%. Меньше 30%, если нет, получать очень медленно движение. Это обычная ошибка, которую мы видим в сети на ютубе. И в видео люди тренируются, поставят много вес и говорят, я работаю на скорость. Нет, это вообще на силу. Никакой скорость не увеличивается. Хорошо, тогда следующий вопрос, который очень часто задают. Расскажи по всем этим трём тренировкам повторение, подходы и отдых между подходами. Окей. Если мы говорим на силу, это стандартно, да? На силу стандартно, вес большой, отдых должен быть побольше, примерно 3-5 минут, это в принципе нормально. И где-то 8-10 повторений, да? Нет, повторений поменьше. Поменьше. Когда это примерно так, если ты 100% вес поставки, ты получаешь только один повтор. Максимум. Если ты 2 повторения делаешь, это получаешь 90-50%. Если я сделаю 4 повторения, это примерно 90% от максимума. Примерно 5% каждые 2 повторения. Если мы получаем, если мы сказали раньше, что было 85%, это означает, что не должно быть больше 6 повторений. Если человек делает больше 6 повторений, это означает, что вес не 80% от максимума. Независимо от того, какое количество волокон мышечных преобладает. Независимо. В общем, если вы делаете 7-8 повторений, значит вы работаете с меньшим весом, чем нужно. Независимо. Да. И даже в моем книге есть, и разные книги есть. И это уже доказано. Отлично. В России. Когда 100% один повтор, 2 повторений примерно 95-50. 95. 95. 95. Когда 4, это 90% от максимума. Когда 85, это 6 повторений. Это означает, что, если ты поставил вес, можно делать 8-10 повторений, это означает, что твой вес неправильный. Неправильный. Хорошо. Тогда переходим к мощности. Получается, мощность нужно тренировать ниже 70%, где-то 50-60. Да. Но затем мощность, поэтому мы хотим определить. Это каждый прибор, это самый лучший, самый точный. Ап, который мы показали, это есть возможность. Потому что ты должен следить и снимать, чтобы ты именно знал. Не мощность. Потому что я могу думать и чувствовать, что я сделала мощность. Но затем, когда смиряем, как мы сделали, мощность падает. Либо за утомление, либо за нежелание, психическое утомление, центральная нервная система, либо за счет закисления мышцы, много факторов здесь. Поэтому, когда работаем на мощность, вес поменьше, но затем надо самое быстрое сделать. И при подходе не надо много, не больше пяти, не больше пяти. И это означает, что не до отказа. Когда на мощность работаем, мы хотим до отказа. Потому что таление будет сильное. Следующий подход, человек будет падать в мощность. Это тоже ошибка, которую люди делают. Сколько подходов и повторений? И отдых между подходами? Начинаем от три подхода, пять повторений. Это нормально. Если есть упражнения, которые очень тяжелые, например, как толчок, ревок, можно просто один повторений, два повторений, отдых сделать примерно три минуты, до пяти еще раз, но несколько подходов. Тогда объем тоже не будет. А на силу тоже три-пять подходов? На силу мы хотим в такой-то район. От два-четыре не больше шести. Не больше шести. Хорошо. Тогда переходим к скорости. Мы понимаем, что вес, как ты уже сказал, 30 процентов. Да. Меньше. 30 и меньше. И сколько подходов, повторений и отдых? А тогда уже на скорость, это зависит от человека. Можно иногда очень много повторений, допустим, десять, пятнадцать, шесть секунд. Когда ты делаешь репетицию с эластиков, обычно ты делаешь 15 или больше, сколько? Depends, Марина. Иногда я делаю 20 или 30. 20, да. Иногда я делаю 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 на скорости. Потому что я вспоминаю, что в Микс Файпе это сила, силовая выносливость очень-очень важна. Важна. И тогда он хочет быть мощностью, но затем показать выносливость. Поэтому он работает иногда 10 ударов со всеми быстрыми. Иногда 20 ударов. Но вес очень-очень маленький, но скорость очень быстрая. Иногда я делал. Это очень долго, когда ты тренажировал, да? Да, 3 мин. Ну, да. Когда ты тренируешься с galácicой? Да. Когда ты тренируешься. Да, когда ты тренируешься. Позже... Не тренируешься, как у меня. Я тренирую с 1 минутой, 1 минутой и 1.5 в маше. А потом ты ставишь на другой練習, да? А потом ты занимаешься? Да, а потом я делаю 4 series. А потом я делаю 4-5 минуты. И я делаю 5 минуты в 1.5 минуте. Когда ты продолжаешь, ты делаешь немного коротко. Ты должен быть быстрее, потому что ты хочешь. хочет именно посмотреть, что он готов или нет, что он не утомляет. А в межсезонье? В межсезонье побольше, тогда 3 минуты. На скорость самое главное тоже, чтобы техника была. Всегда. Техника начинает мешать, и сначала останавливаешься, да? Надо прекратить. Партнер сегодняшнего выпуска – Animal Northrop. Лучшая гармошка, друзья, которую вы можете себе позволить. По промокоду, который вы видите сейчас на экране, вы получите скидку на сайте Animal Northrop.